Добрый день! Сегодня в своем видео я хочу рассказать и показать, как вкусно можно приготовить печёночные блины. Для этого нам понадобится печень, сало, мука, сода и батон. И, конечно, нам понадобится комбайн, потому что всё мы будем перемалывать до однородной массы. Далее берём комбайн, ставим нож, который перемалывает всё до однородной массы, и делаем тесто для выпечки блинчиков. Печень я порезала на кусочки и закидываю всё в комбайн. Поставила параллельно батон вымачиваться в воде, я его тоже сюда буду закидывать. Соль я не добавляю в это блюдо, потому что, во-первых, оно будет тогда солёное, печень и так по себе имеет соль. Также сало, которое я порезала на кусочки, оно у меня замороженное, было солёное. Поэтому я однозначно соль никакую не добавляю. Так, вот я сало тоже порезала на кусочки. В комбайн это всё распределяю. Дальше выбиваем туда яйцо. Вот в комбайн я уже добавила размоченный батон, добавила яйцо, и теперь всё это буду перекручивать до однородной массы. Вот я добавила сюда гашеную соду кипятком и перемешиваю. И, соответственно, с комбайна достала тесто, которое у меня получилось. Оно получилось у меня вот такое вот. Теперь я добавлю в это тесто чуть-чуть муки, где-то 120 грамм муки. Вот так вот я добавлю и буду жарить на сковороде блинчики. Вот у меня получилось уже готовое тесто. Муку я уже размешала, всё у меня до однородной массы. Теперь это всё обжаривать на сковороде с двух сторон под крышкой. Вот я сняла первую партию уже блинчиков приготовленных. Они у меня получились вот такие вот воздушные. Самое главное, что они очень вкусные, очень нежные получаются. Их можно кушать как с кашами, так и с соусами и с овощными гарнирами. Поэтому очень многим рекомендую. Но на цвет вы не смотрите, это не подгоревшие, ничего. Это такой у них цвет после прожарки. Потому что это печенка. Вот и всё, что я хотела вам сказать и рассказать. Подписывайтесь на наш канал, узнаете много чего полезного и интересного для себя.